всем привет сегодня попробуем рассмотреть ну не попробуем и начнем рассматривать лямбда функции и лямбда выражения в языке c++ что это такое вот это довольно таки удобный механизм очень гибкий то есть он гибкости позволяет в общем в общем нужно знать что это итак давайте приступим то есть если так в общем сказать то лямбда это просто либо локальные функции либо неименованные функции но есть лямбда выражение то есть это все каждый называть по-разному кто-то на все говорит лямбда кто-то разделяет лямбда функции лямбда выражения вот но об этом давайте по порядку то есть ничего сложного и страшного в этом нет единственное что может пугать это синтаксис вот ну давайте в качестве примера вот у нас есть некая функция с она не локальная да она область видимости ограничено вот этой единицей трансляции то есть ее тут принципе видно ее можно вызвать из функции main из других функций вот но вот так вот записать к примеру void local function мы уже не можем потому что это в языке си плюс плюс нельзя и у нас будет ошибка вот но для чего же нам вот это вот нужно да там локальные какие-то функции ну можно давайте вот рассмотрим вот такой вот пример для этого нам понадобится контейнер вектор и так давайте назовем замку 1 и для чего нам нужен вектор вот вектор нам нужен будет для того чтобы интов создадим и и и и но задача такая то в качестве примера нужно заполнить вектор вот там случайными числами и и вывести на экран далее его отсортировать и вывести на экран далее его отсортировать по-другому вывести на экран возможно еще раз отсортировать тоже по-другому и вывести на экран вот то есть вы здесь уже услышали несколько повторений вывести на экран ну давайте в самом простом виде сейчас напишем заполнение случайными числами ну вот я быстро написал чтобы время не тратить так вот у нас наш вектор заполняется случайными числами ну и давайте же его выведем на экрану для этого конечно же воспользуемся уже вот таким форум до auto и в да вы уже сталкивались видели вот такая такой for это он работает с контейнерами у которого есть такие функции или называется и траторами begin и end вот ну так и давайте выведем std cout значение и дальше поставить запятую end line не это он line у нас будет после вывода вот вот так есть то есть это у нас заполнение вектора случайными числами а вот дальше у нас тут мы вывели на экран далее далее нам по хорошему условия задачи что стоит надо отсортировать сортировать давайте будем будем использовать стандартную библиотеку пора уже переходить к стрелю как бы не уж пока еще не к разбору ног уже к использованию стильных функций и там есть функции по сортировке std sort вот мы сортируем мы указываем откуда сортировать то есть начало вектора и покуда end конец и после этого всего добра давайте выведем вектор после сортировки ну и и давайте вызовем эту функцию в данном случае случайным образом заполняю от 0 до 90 до 100 то есть 100 не включается то есть 0-99 ну и чтобы там еще были отрицательные числа и давайте выполним и посмотрим так да сейчас она соберется все вот но как мы видим уже здесь уже два повторяющихся куска кода это пока это не так уж критично и не так уж прям неудобно но когда мы сейчас начнем сортировать дальше разными способами то вот эти повторяющиеся куски будут соответственно так чуть-чуть такое все верно ну вот видите сделал ошибку на самом деле и чё получилось двух местах уже надо править а если это большая функция то ё-моё ладно так запускаем и и и что мы видим вот у нас происходит заполнение случайными числами и сортировка вот все отсортировали вот соответственно тут голову приходит мысль вынести это в отдельную функцию то есть перед функцией example к примеру написать другую функцию которая будет выводить на экран наш вектор вот но эта функция которым мы напишем она будет использоваться только внутри вот этой функции и все то есть она больше нигде не будет использовать соответственно соответственно хотелось бы какую-то локальную функцию вот здесь написать которая используется только здесь и все вот вот эту задачу у нас решает как раз лямбда функций ну давайте самом простом варианте то есть я в блоге распишу более детально там некоторые аспекты какие-то и и возможные варианты а сейчас ну то есть блога еще нету он может появиться сегодня завтра послезавтра или после завтра или короче сегодня плюс 2345 дней вот ладно но вот сейчас вкратце авто пишем авто ну авто это мы понимаем это некий тип нам его выводить не надо компилятор выведет его автоматически и давайте назовем в print то есть вектор print это будет наша локальная функция она будет только здесь поэтому ничего страшного не будет если мы так назовем мы будем понимать как разработчик этой функции что это такое дальше пишем равно и вот сама лямбда начинается вот с квадратных скобок скобок то есть пишем квадратные скобки дальше то есть это такие же функции просто их синтаксис и их не я запись отличается от немного отличается от вот таких вот функций от стандартных вот написали то есть вот эти квадратные скобки внутри них есть такая штука как захват захват переменных а вот это обычные то есть перечень параметров и дальше непосредственно вот фигурные скобки и у нас идет само выражение вот ну давайте туда скопируем вот вот это есть теперь нам нужно передать вектор к примеру так вот в данном случае в это у нас была вот переменная нашего вектор объект вектор значит вот здесь мы стд можем описать этот вектор из то есть по обыкновению с другими функциями параметр описан тип его и даем его или ну и передадим по ссылке чтобы этот вектор не копировался есть теперь вот создана лямбда функция именованная то есть можно и не именованные функции мы к этому сейчас подойдет режимы захвата сегодня вкратце посмотрим но если еще блога не будете можно об этом почитать чтобы ну я не хочу тратить временное видео на разбор всех вот этих вариаций что такое захват но вкратце захват короче ниже мы сейчас что-то захватим я думаю вы в общем поймете вот есть мы создали вот лямбда функция то есть вот начинается с квадратных скобок дальше как обычная функция через запятую описываем типы и даем имена параметров вот само тело и вот она завершается ставим точку запятой так как это обычное выражение вот внутри функции и теперь как ее использовать в print print и передаем туда в наш вектор и уже как минимум мы сократили записи да давайте попробуем запустить и все уже получше все работает так и работала но уже нашего кода вот здесь поменьше то есть вот мы создали и тем более ее можно вообще в самом верху вот так вот объявить ну к примеру ну в таком варианте да здесь вот мы создали локальную функцию лямбда далее имя и которая выполняет который принимает параметр вот такой-то и выводит на экран содержимое вектор есть теперь ну сортировка это хорошо но хотелось бы иметь возможность сортировать по разным условиям то есть имеется ввиду в данном случае там по возрастанию сортировать но хотелось бы там по убыванию либо по модулю а по модуле это означает чтобы 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 минус один на самом-то деле стоял бы вот здесь потому что если убрать знак минус минус у минус 1 и минус 35 35 больше в принципе ну вот и как же это сделать сделать это не так уж и сложно мы воспользуемся все той же сортировкой то есть смотрите в языке си мы помним были указатели на функции то есть лямбда выражение здесь также можно использовать как указатели на функции как некие функции которые будут вызваны вот ну помимо этого есть еще в ст или стандартной библиотеки еще специальная запись с помощью которой мы можем как бы передавать функции в качестве параметров то есть не описывать весь тот сложный не 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 писать эти сложные вещи как в языке си там объявлять тип этой функции там указателя то есть вот эти звездочки всякие здесь попроще все но механизм они тоже так вот давайте попробуем отсортировать по модулю смотрите сейчас мы этот сорт колпать не будем да и вряд ли вообще будем но у него есть два варианта принимает начало последовательность и конец и 2 то есть функция перегружена ну как вы видите здесь еще стабильная сортировка вот а это по-моему я не помню быстро по моему не помню короче ничего не буду говорить вот перегружена функция которая первая имеет два параметра 2 3 вот третий параметр как вы видите компа это у нас получается некая функция которая 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 указывает по какому принципу сортировать так вот с помощью лямбда выражений это все гораздо проще то есть раньше как бы этот сорт был еще до лямбда выражений но нужно было передавать сюда предикат предикат это та функция которая возвращает булевское значение вот и принимает два параметра в данном случае для сортировки а и б и там было сравнение а больше б ну или мы могли сами указать вот но теперь давайте воспользуемся лямбда функции и лямбда функции воспользуемся не именованной а вот то есть помним синтаксис квадратные скобочки дальше открываем круглые скобочки у которых мы будем указывать параметры а для сортировки это будет а пинт б данном случае вектор у нас типа int соответственно что мы желательно здесь этого придерживаться вот дальше фигурные скобки и фигурных скобках ну давайте вот так вот разобью поставить return а меньше б вот вот таким вот образом и давайте выведем на экран то есть это по факту та же сортировка который используется просто по умолчанию вот ну давайте посмотрим запускаем и у нас два последних результат ведь они не отличаются хорошо теперь давайте можно вот так вот сократить запись то есть новичков это может конечно же пугать но пугать здесь не надо не пугаться не надо это видим а это лямбда захвата никакого нет а вот обычная функция начинается а и вот что она делает то есть лямбда выражение лямбда функции очень полезны когда нам нужно вызывать какие-то другие функции которые там состоят из 1-3 строчки зачем это создавать где-то отдельно если они будут использоваться только внутри к примеру вот или вот сортировку вот это 1 1 строчка мы просто указываем как сортировать сейчас сортировала по убыванию по возрастанию сейчас будет сортировать по убыванию то есть вот я изменил принцип давайте еще раз запустим и как мы видим как мы видим видите в обратном порядке отсортировано ну а теперь давайте-ка отсортируем теперь по модулю давайте давайте отсортируем по модулю и вот здесь уже будем использовать std abs и опять таки по возрастанию std abs вот 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 давайте вот так вот как вы видите код сокращен вообще вообще неплохо сокращен вот так вот скажем вот используем одну лямбда функции здесь используем неименованную здесь у нее имени нету здесь по факту передается такое выражение вот и как мы видим все красиво кода мало все понятно и все работает вот а теперь мы сорти отсортировали это все по модулю как вы видите минус 1 9 то есть знак минус отбрасывается и сортируется как без знаковые числа вот это есть теперь давайте как я сказал мы сейчас вкратце что же такое захват захват вот тут это пустые квадратные скобки это означает что никакого захвата вообще не будет хорошо но нам нужен захват что такое захват захват это означает что мы можем дать доступ к переменным которые выше этой лямбда функции ну скажем в этой области видимости да то есть мы можем дать доступ непосредственно к переменной в или сайс или еще чего-нибудь вот как это сделать а ну для того чтобы сократить еще запись на убрать вот это данном случае мы просто передавали ссылку но хотелось бы напрямую иметь доступ каким-нибудь переменным которые здесь описаны как это делается это делается вот можно сделать просто написать амперсанта амперсанта мы знаем как бы операции взятия адреса то есть по умолчанию если здесь просто амперсанта стоит значит все переменные все объекты и все имена этих объектов доступны вот здесь внутри по адресу по адресу значит мы параметры вот здесь убрали и дали доступ лямбда функции ко всему вот этому добру теперь вы видите у нас совпадает но как бы имя значит вот здесь можно по убирать уже это мы по убираем здесь так понятно в принт вектор ну так давайте это все уберем но вы поэкспериментируйте с этим так все у нас собралось ни единого предупреждения и давайте выполним функцию example 2 запускаем но все то же самое как бы ничего нового то есть вот это вот означает захват доступ ко всем переменным по ссылке по значению и вот здесь кроется потенциальная опасность для тех кто как бы не понимает что это такое доступ по ссылке то есть мы можем захватить некую переменную какую-то а далее к примеру вот здесь есть это динамического из памяти вот здесь эту переменную ну к примеру мы тут выделили память это будет эта тема отдельного видео по поводу потенциальных ошибок которые могут допускать эту тему отдельного видео но сейчас просто и вкратце давайте им звездочка какая-то п короче тут ну какой-то объект что-то мы там выделили память тра-та-та-та-та тут мы получили доступ к этой п ну то есть это лямбда функция будет выводить это значение давайте вот здесь еще вот так вот значение этого по а вот здесь мы сделали делит вот это вот то есть как вы понимаете что до первого вызова вот этой нашей лямбда функции вот этого объекта уже не будет потому что доступ шел почему по адресу по ссылке поэтому это потенциальная ты это потенциальная опасность вот это нужно иметь виду но для этого будет отдельно видео вот такая же запись равно означает что будут все локальные переменные но как бы не все компилятор здесь посмотрит к чему мы пытаемся доступиться в данном случае в и он сделает копию вектора сделает копию вектора и в данном случае как бы проблемы не будет даже если вектор будет очищен но давайте сейчас быстро проэкспериментируем так давайте запустим до этого у нас была ссылка доступа с по адресу сейчас вот равно да о ее при равно какая-то ерунда получается лучше а ну все правильно лямбда выражение одно а у нас этот вектор скопировался вот в данном случае один раз то есть его значение а дальше то что мы его сортируем как бы но ничего не меняется он как был так и остался сразу сортировали и в данном случае мы всегда работаем с одной и той же копией ну в принципе все туда экспериментировать не будем я думаю вы поняли если нет то просто напишите вот такие коротенькие маленькие функции попробуйте поэкспериментировать по работой вот дальше то есть вот такая запись по ссылке и равно ну и кроме всего этого есть еще вот такие штуки через запятую мы можем указать что мы можем указать доступ ко всем переменным по ссылке кроме сайт примеру до сайт по значению если же вот так вот доступ ко всем переменным по значению то есть будут копии сделаны кроме сайт для сайта по моему надо вот так указать сайт по ссылке да вот ну об этом я напишу либо в блоге если вы этого не дождетесь либо на момент просмотре видео блога еще не будет то 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 об этом можно почитать в интернете так идем дальше идем дальше то есть это то что касательно квадратных скобочек соответственно запись у нас еще сократилась что вот здесь что вот здесь да и вот у нас как бы немного кода в котором происходит раз два три четыре пять сортировок но эту можно убрать потому что вы дублирует предыдущего три сортировки абсолютно разные сортировки есть этот пример разобрали ну 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 и давайте я вам просто еще покажу покажу третий такой третий примерчик ну данный способ я использовал в когда я еще думал что я буду участвовать в russian и cup да вот этот 2017 вот вот для чего я там использовал не давайте даже без этого примера кто-то может быть не смотрел что это такое поэтому давайте в общем смотрите есть к примеру давайте пишем едином какой-то ну к примеру есть какие-то action action то есть набор каких-то действий вот они просто описаны перечислениям там старт какого-то робота к примеру двигаться вот дальше стоп дальше мы вот есть некие какие-то команды дальше и у нас есть очередь команд и когда эта команда будет выполнена мы не знаем то есть эта очередь может быть забита и совсем другой поток примеру ли другая функция она сама решает когда начинать выполнять то есть отправить эту команду на выполнение вот и нам хотелось бы знать именно под то есть получить уведомление в тот момент когда все таки эта команда ушла на выполнение вот это могут быть абсолютно разные объекты то есть в одном объекте перечень команд и чё надо сделать во втором а второй объект должен как бы получать уведомление ну вот к примеру давайте напишем объект который будет просто получать уведомление что-то делать ну к примеру записывать в лог файл или там писать эсэмэски нам что вот мол так и так марсоход поехал вперед потом марсоход там встретил марсианина там еще чуть-чуть вот найти fire и просто назовем такие функции воет колбек и так назову по старинке до колбек старт типа обратный вызов то есть когда произойдет старт то 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 так я сейчас эти функции наклепаю маленький и продолжим вот наклепал то есть это просто какой-то вы должны понимать что здесь еще может быть в этом классе еще описаны кучу каких-то там переменных которые будут куда то то есть как-то реагировать на вот это все все добро то есть просто придет нотификация что таки так пошло выполнение команды там старт и тут что-то куда-то пишется то есть это же как примеры мы рассматриваем вот и теперь давайте давайте очередь добавим нам нужно очередь куеку я вот кроме куеку я нам еще нужно будет функционал вот сейчас увидели чего и давайте создадим нашу куеку я ну очередь вот очередь наша будет состоять из чего из пара ст дпр создадим и в этих паерах будет первое и action то есть тип действия а вторая это та функция которая будет вызываться когда пойдет выполняться вот эта вот команда то есть когда не ки не некий какой-то поток принял решение что надо как бы робот уже свободен и он из очереди извлекает что нужно делать и кого-то уведомляет так вот чтобы не писать эту длинную колбасу как мы помним там языке сегоиды там вот так вот скобочки там что-то там потом указатели там какие-то вот ну блин ё-моё вы стояли есть такая штука как фанкшен функцион в этом функционе то есть это шаблон мы указываем тип функции в данном случае это будет вводит вводит без параметра вот у нас вводит без параметров то есть мы будем передавать вот эти вот функции как функции обратного вызова и назовем нашу очередь вот дальше объявим объект на тифаер но тифер и н назовем ну и давайте заполним нашу очередь . push ну мы знаем это у нас пара пара даст и дп первым аргументом у нас идет тип действий а вот вторым вторым нам надо передать функцию вот эту но в классе при классической работе с указателями на функции а в данном случае это указатель на функции временного объекта то есть можно ну это вам попробуйте поэкспериментировать я же писать не буду описать статическую функцию либо-либо давайте вот такой вводит этот ррр какой ну давайте попробуем эту ррр передать сюда вот по моему вот так давайте еще попробуем собрать в not capture не понял а да вот вот так давайте собрать 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 все собралось все хорошо то есть мы можем видите передавать какую-то как бы ну глобальную функцию и она будет вызвана то есть она будет храниться указатель на нее но проблематично передать функцию какого-то класса то есть данном случае объекта вот этот объект он как бы по факту время временный и и и и есть проблемы с передачей вот этих указателя потому что на этапе компиляции на самом деле неизвестен вот этот адрес на этапе компиляции известен адрес этой функции он спокойно сюда заходит спокойно заходит как указатель но вот как же есть такие проблемы в интернетах и люди ищут как же сделать так чтобы можно было передать указатель на функцию класса вот для этого легко как это можно обойти ну один из способов это создать лямбда выражение в этом лямбда выражение все захватить а вот и и и вот так вот можно даже вот это убрать и вот сразу написать следующее n . . это чему callback move вот вот так вот так вот давайте попробуем собрать все собирается замечательно ну можно в принципе и вот так вот написать то есть параметрам и никаких не указываем да вот а можно и без этого и давайте в эту очередь закинем закинем ну дальше чё у нас там старт есть и и стоп и соответственно другие будут функции тут старт а тут вот то есть помощью лямбда выражений мы можем вот так вот сделать но как вы помните давайте вот так опасность да вот этот объект должен жить потому что идет захват по его значению вот но есть об этом помнить то код можно всегда писать так и никогда проблем не будет что объект этот умрет вот ну и теперь давайте напишем функцию который будет эмулировать да там разбор очереди ну сейчас я быстро накидаю есть то есть у меня здесь просто цикл от нуля до ста случайным образом выбирается число генерится и если это число 5 то у меня из очереди берется ну первый элемент понятно секунд секунд берется элемент элементом то есть объектом очереди мы знаем это паир пара ферст у нас экшен секунд это у нас непосредственно функция вот я сразу беру функцию и и вызываю то есть я вызываю функции и в данном случае но тиф тот кто как бы должен получать нотификации он вызывается какая-то вот из этих функций то есть по факту наш объект а получает уведомление а ферст вот это ферст оно может быть вот здесь просто как бы отправлено уже самому устройству да ну как бы вот это действие вот отправлено просто самому устройству и когда как бы какая функция вызовется но когда очередь освободиться и пойдет на выполнение действия мы не знаем соответственно мы и сделали вот такие вот штуки как указатели на функции то есть ля с помощью лямбда выражений и теперь и теперь когда будет вызов уйдет на выполнение ну давайте вот так вот схематически напишем ферст пути покороче аферст ушло там действие ушло вот так давайте выполним пример 33 и запустим его и запустим ну и в данном случае и старт выполнились и все стоп не выполнился потому что так получилось что за 100 итераций случайным образом пятерка была сгенерена только два раза ну давайте сделаем вот так вот от нуля до пяти запустим еще раз запустим еще раз и в данном случае у нас все три команды выполнились да то есть как вы видите довольно элегантно можно использовать эти лямбда выражения ну 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 если же нам нужно просто 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 написать в консоли что какое-то действие выполнено ну к примеру чтобы не связывать это с каким-то объектом класс да то можно непосредственно сделать вот так вот ну давайте модифицируем и не вызывать какой-то там функцию какого-то объекта сразу просто написать std out 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 так сейчас я напишу будет а то и так уже 34 минуты вот я написал то есть и в очередь у нас есть пары это все понятно и передаем какую-то функцию и вот здесь сразу непосредственно передается лямбда выражение то есть неименованная лямбда функция или выражение которое без захвата здесь просто выполняется как бы печать на экран либо там это на устройство может уходить либо в лох писаться либо еще чего-нибудь но много всего вот и и все точно так же все осталось но уже нету вот этого объекта вот и давайте точно так же запустим и у нас все точно так же и работает вот то есть я думаю он те кто еще были туманы представления о лямбда то уже как-то туман начинает постепенно развеиваться то есть сложного ничего нету может пугать вот такая запись но не не надо пугаться квадратные скобки видели а это лямбда это есть или нету ну такое может быть а может и не быть если нету значит это вообще туда не передаются никаких параметров в данном случае это даже не именованная функция вот ну вот здесь на там увидели вот эту запись а это лямбда а вот какие параметры она принимает а дальше все как обычная функция есть вот это увидели а хайта лямбда а захват захват у чего захват то есть имеем доступ к а всем переменным по ссылке то есть здесь объект не копировать увидели равно объект копируется и точно так же имеем доступ к всем вот этим переменным вот и все ну вот в качестве колбайков очень удобно использовать вот здесь вы увидели в качестве просто там не колбайков а неких вообще не именованных функций которые что-то выполняет вот сортировки мы увидели ну я думаю в каких-то там вещах все равно мы будем использовать потому что здесь работа еще много очень много по языку си плюс плюс это же не только мы сейчас просто знакомиться с возможностями но мы еще не писали каких-то мелких проектов или и или еще чего-нибудь вот поэтому еще все впереди ну пока это все впереди наступит вот она это все в будущем как вы сами понимаете будущее по определению не может стать настоящим потому что наш будущем вот поэтому вы можете читать дальше уже интернет и экспериментировать вот уже на примере вот этого всего потому что исходный код понятное дело будет я иногда ссылки забываю бросать новые должны у вас есть ссылки на гитхаб и на гитхабе вот этот проект будет cpp и там будет проект beginning в этом beginning вот под проекта лямбда это все там все будет то есть сейчас я это все туда залью вот и посидите поиграйтесь с этой лямбдой поэкспериментируйте со своими функциями вот и будет второе видео по лямбда мы именно по вот где будет обращено внимание на вот эти вот нюансы когда идет захват по ссылке вот и какие это натоит опасности ну все на на этом я думаю все всем спасибо за внимание комментируем делимся подписываемся и ждем новых видео ну и ждем соответственно блога по этому вот обязательно в блоге я опишу все всем пока